Мир вам, дорогая церковь! Давайте все вместе скажем «Слава Богу!» «Помни милости Господа, по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, плачь и реми». Хочется сказать, по милости Господа мы живы тоже, по милости Господа мы сегодня здесь, по милости Господа мы не только живо вдохнули и выдохнули, Господь, написано, дает каждый вздох нам в дыхание, не просто жизнь наша, каждое дыхание, все под его контролем. Друзья, те, которые моего возраста, может быть, чуть-чуть постарше, наверное, хорошо помните вот этот рубеж 99-го года и 2000-го года. Почему-то было такое немножко переживание, волнение, о котором не говорили, не знали, что произойдет, думали, что переключатся эти года с 99-го на 2000-ый, не переключатся, может случиться что-то, где-то взорваться, и было такое, что вдруг закроют магазины, и было переживание. А потом, когда мы перешли в 2020 год, и вроде бы как-то все успокоилось, и люди начали уже вперед, дальше жить, как бы жизнь пошла дальше. И 20 лет прошло очень быстро. И что интересно, тогда, в 2000 году, я не знаю, почему я возвращаюсь туда, мне всего лишь было 14 лет, люди предсказывали на 2020 год, что через 20 лет у нас будут уже дома в воздухе, там летающие машины, предсказывали, что мы наконец-таки слетаем на Марс. Через 20 лет, вот 20 лет назад, никто не будет уже так сильно работать, все будут состоятельные, все будут богатые, никто не будет нуждаться, не будет сильно хотеть кушать, уже не будет нужды в еде. Я не знаю, как у вас, но я чувствую, что эти точно предсказания не сбылись. Господь продлевает нашу жизнь. И, знаете, какое-то время тому назад у нас тема, вчера была судьба в руке человека. Мы разговаривали, те, кто были в Доме Божьем, о судьбе, что не просто так случается в жизни все в нашей. И сегодняшняя тема, что по милости Господа мы живы, они вместе идут. Их как-то нельзя разделить, эти темы. И в начале декабря получилось так, что было время, я как раз был на работе, и было время, ждал своего appointment, и онлайн был на служении в церкви города Харисенбурга в начале декабря. У них трагическое служение было. У них парень молодой ушел из жизни. Была автокатастрофа, если вы слышали многие, да? 21 год пареньку было. Вроде бы говорят, что уже и они обручены были с невестой, с девушкой свадьба намечалась, случилась авария, и он ушел из жизни. И в начале служения они пели, от погибели спасла меня милость Божия. Я тогда задумался, думаю, Боже, если мы сегодня с вами здесь, если мы сегодня с вами живы, и Господь продлевает нашу жизнь, это только говорит о том, что Господь с нами еще работает. Он нас еще меняет. Господь, как вот этот горшичник, лепит наш сосуд. Где-то тебя надо поправить сюда, где-то сюда. Потому что милость Божия – это и то, что я живу, и то, что служу Господу, и то, что все в моей жизни случается, не потому что я такой хороший, где-то что-то смог, а потому что это милость Божия. Признавать милость Божию. Друзья, в основу нашего размышления о том, чего хотелось поговорить сегодня, я прочитаю место, записанное в книге Даниила. Как-то так получилось, что мы с детьми проходили в воскресной школе эту книгу, и вчера брат Владимир местами поделился. И мы с вами прочитаем 5 глава, с 22 стиха по 28. Здесь такие слова. Пожалуйста, слушайте внимательно. «И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это». Вот выделить хотелось вот это. «Хотя знал все это. Но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены твои, и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных, золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога в руке, которого дыхание твое, у которого все пути твои». Что мы говорили с вами вначале? Ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертана это Писание. И вот, что начертана. «Мене, мене, текел у парсин». Вот и значение слов. «Мене исчислил Бог царства твое и положил ему конец». Конец ему текел. «Ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес разделен на царство твое и дано медянам и персам». Друзья, так получается, что между 4 главой и 5 главой проходит какой-то промежуток времени. В конце 4 главы мы видим Навуходоносора, о чем мы слышали вчера, когда Господь его смирил, когда он возвышает свой голос к небу, что Господь смиряет гордых, кто ходит в него. Он как бы провозглашает его могущество. И начинается 5 глава. И вот это событие, когда молодой царь Валтасар делает пир огромный. Он был третий после Навуходоносора. У него был отец. Навуходоносор его дедушка был. У него был отец, с кем он был в коалиции. Они вдвоем правили. Но отец, он воевал войны. Он был тот, кто был на поле с армией. А молодой Валтасар, он был тот, кто был в царстве, тот, кто был в Вавилоне. И так получилось, что когда подошли персы, и они осадили Вавилон, огромное-огромное количество, огромная армия стояла вокруг стен Вавилона. В это время он устроил пир для своих вельмож, для тысячи людей. В насмешку этой всей армии они пировали. Они пили вино, они поклонялись своим богам, что сопровождалось распутством. Тогда, когда персы стояли вокруг, и он в насмешку это делал, вы стойте тут, вам холодно, вам, может быть, не все есть, что кушать, а мы будем царствовать, мы будем пировать. Он был дерзкий. И во время этого пира в Вавилон, друзья, надо немножко понять это, когда строил Новохадоносор Вавилон, из-за этого его было провозглашение, не это ли Вавилон, который я построил, он был могучий город. То есть стена вокруг него была шириной, две колесницы проходили друг к другу навстречу. И туда, и сюда. Это был самодостаточный город. Сейчас археологи, которые раскапывают Вавилон на территории Турции, они говорят, в осаде, когда полностью осажен был город, они могли 20 лет прожить самодостаточно. Там была еда, там была вода. Речка Ефрат заходила под стены Вавилона. Всегда была вода. И когда он знал, что я в таких стенах, у меня такой город, у меня все, он сделал этот пир в надсмешку. И во время этого пира ему появилась вот эта рука, которая подписала ему приговор. То есть, понимаете, после того, как он бросил вызов персам, он говорит, слушай, у нас так все хорошо идет, мы здесь и поклоняемся и золотым, и стуканом, и серебряным, и медным, и пьем вино. Давайте принесем сосуды, которые были взяты из храма Божьего, и будем пить из них вино. Не потому, что у них кончилась посуда, а чтобы кинуть упрек к Богу, мы будем пить из этих сосудов, которые взяли из храма. И когда они принесли эти сосуды, они пили с них, продолжался этот праздник, ихнее торжество, поклонение их богам, явилась эта рука, которая написала ему приговор. Написано, он настолько перепугался, что связи его в бедрах, как ослабели в чреслах, и колени его забились одна об другую. Как бы вот и праздник закончился, только что все было так хорошо, и так быстро стало все плохо. Я когда размышлял об этом, думаю, ну почему так? Ну ты же знаешь, на что идешь. Ты же знаешь, как бы, нельзя это было нести, нельзя это было трогать. Почему же ты тогда перепугался? Я начал вспоминать своих детей, думаю, как вот ты ребенка, бывает он что-то провиниться, и говоришь, иди сюда. А он как бы и знает, что провинился, но в то же время заплетает тебе словами, говорит что-то. Он уже знает, за что ты хочешь его воспитать, но делает вид, что как будто бы не знаю. В третьем классе, когда мне было 9 лет, я никогда не оставался на продленку. Продленка, те, кто не знают, это как детеншин, после школы. Для детей, кто плохо себя ведут, для детей, у кого родители еще на работе, после школы, и надо было на час остаться на продленку. Я никогда не оставался, был хороший, вам обещаю. И получилось так, что вел себя плохо. И не один день, и не два, это было какое-то длительное время. Учительница, она была мудрая, я до сих пор помню, она была старец, ее звали Лидия Константинова. Она говорит, Тимоша, ты останешься сегодня на продленку. Хорошо. Я знал, что родители будут сильно переживать. Знал. Я сидел после школы, в этом классе, и думал, дай Боже, чтобы отец не приехал за мной в школу, потому что все будет плохо. Я уже сочинял, я думал, что я придумаю, я мог сочинить, я найду историю, что рассказать, почему у меня час не было. Школа стояла на углу, с большими окнами, и я увидел, как отец на велосипеде едет потихоньку в школу. Вот они только колени застучали. Когда отец приехал в школу, учительница сказала, что сын ваш может встать, пойти, кому-то что-то забрать там, и приречить слова, и как бы все это наговорило. И она стоит, и я помню до сих пор, папа говорит, ну вы, говорит, не наказывайте его сильно. Я говорю, хорошо. Папа ничего не сказал. И потом, когда ехал я на раме велосипеда до дома, не было ни одного слова. Знаете, такое молчание, что ты хочешь что-то говорить, а вот ничего нет. Что ты не знал, Валтасар? Неужели ты не догадывался, что рука, которая написала тебе приговор, за что это было? У него тревожность, у него волнение, и он говорит, соберите всех мудрецов, всех волшебников, расскажите мне, что это, что вообще это такое? И когда никто не могут объяснить, его мать говорит, что есть в царстве Даниил, о котором все знали. Знали, что он рассказывал сны, и позвали его, и его не было там. Он пророчески говорит, то, что мы с вами читали, 22 стих, он пришел и говорит ему, ты сын его, Валтасар. Он ему рассказал все про на выходе Носора, про дедушку его, как работал с ним Бог. Он говорит, ты все это знал, но не смирил сердце твоего, хотя ты знал. Вот хотелось буквально на несколько пауз задержаться здесь, друзья, вот этот момент, и вернуться назад, что он знал. Когда мы читаем книгу Даниила, вот эта история, которую мы деток своих учим, мы часто обращаем наше внимание именно на Даниила, на Сидраха, Месаха, Авдинагу, Друзеева, вот эти молодые отроки, которые взросли в Авелоне, которых перенамевали другими именами, чтобы они забыли свое прошлое. Я хотел сегодня обратить внимание именно, что он знал, на жизнь царя. Когда Даниил с друзьями возрастали, царь, он как знал, он не мог избежать от того, он столкнулся с ними. Помните, когда ему приснился первый сон, когда ему приснилась золотая голова, серебряные плечи, грудь, медные бедра, железные ноги, вот этот сон, он встревожился, он не мог, он спать не мог, все, ему надо было разъяснить этот сон, это дедушка его, это умный царь, стратег, у которого была империя, который подростков брал, учил их, насаждал во все вокруг, во всех странах, которые он захватывал, он был очень умный, он потерял покой, и когда никто не мог объяснить сон, сна, он говорит, расскажите мне сон и значение его, он велел всех перерубить, всех мудрецов, всех этих колдунов, настолько ему, он говорит, просто изрубить всех мечами. И когда Данил рассказал ему, это сон, смотрите, друзья, после того, как он рассказал ему сон и значение сна, смотрите, слова этого царя, слова Навуходоносора, тогда, это записано во второй главе, 46 стих, тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу и велел принести ему дары, благовонные, курения, и сказал царь Даниилу, царь, могущий вот этот, халдей, истинно Бог ваш, Бог богов и владыка царей, открывающий тайну, когда ты мог открыть эту тайну. Он провозглашает Бога, он признает Бога, Даниила. Проходит буквально какое-то время, я не знаю, чем он был вдохновлен, может быть, этим истуканом, который он во сне видел, он говорит, построите мне истукан, помните, делают ему истукан, которому велят все поклоняться. И друзья Даниила не поклоняются ему. Там не прошло так много времени. Анания, да, Азария, Месаил, Сидрах, Месаил, они не поклоняются, их берут и кидают в печь. И мы все знаем, что царь стоит и смотрит, наблюдает, и он видит, что там их четверо, кидали трое. Мы все знаем эту историю. Обратите внимание на слова его. Это записано, получается, в третьей главе, 26 стих. Тогда подошел Новохадоносор кустью печи раскаленной с огнем и сказал, Сидрах, Меса, Хавдинага, рабы Бога Всевышнего, выйдите, подойдите. Тогда Сидрах, Меса, Хавдинага вышли из среды огня и собравшись от рапы, наместники, военачальники, советники царя усмотрели, что над ними телами уже если их огонь не имел силы и волосы на голове не опалены. И дальше, смотрите, 28 стих, слова опять этого Новохадоносора, дедушки. Он говорит, благословен Бог Сидраха, Месаха и Хавдинага, который послал ангела своего, избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления. 29 стих, и от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени, языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Хавдинага, был изрублен в куски. Это дедушка его, дедушка Валтасара. Опять провозглашает Бога. Он опять столкнулся с Ним воочи. Это чудо, которое случилось. Нельзя было избежать из этого. Проходит опять какое-то время, его царство продолжается, Вавилон строится, империя развивается. Ему снится сон, который мы вчера слышали от Владимира, который снится ему. Дерево, могучее, ветки, листья, плоды, птицы вьют, гнезда, все питаются, животные под ним, все. И когда срубили, сошедшие срубили его, остался корень один в поле, в траве. И Данил опять приходит ему и разъясняет сон. Царь говорит, этот сон твоим врагам бы. Он говорит, поменяй жизнь свою, покайся пред Богом, может быть, Господь не сделает это с тобой. Воочи объясняют, что Бог тебе говорит. Проходит один год. Он идет и говорит, не это ли Вавилон великий, который я построил? Не это ли то, что мы сделали? И Господь отнимает у него разум. Он семь лет ест траву со слами, написано. Он орошается росой, волосы его вырастают, как у льва, когти как, я не знаю у кого. Семь лет, но Господь его смиряет, и в конце он, смотрите, пятая глава, нет, извиняюсь, четвертая глава, в конце он, ныне я на выхода носа, славлю, превозношу, величаю Царя Небесного, которого все дела истинные, все пути оправданы, и который силен смирить ходящих гордо. Он говорит, ты знал все это. Данил, когда пришел к Валтасару, рассказывал сон, он говорит, ты все это знал. Не могло это все быть забыто, оно передавалось из уст в уста. Это истории, которые рассказывают. Это твой дед был, Данил еще живой был, это все еще вот-вот-вот только было, но ты вообще ничего, ты вообще ничто не взял это себе в урок. Друзья, хотелось отметить два урока для нас, те, которые какое-то долгое время в церкви. Большая ошибка была его, то, что он не признал величия Бога. Во всем этом, Данил, вот смотри, есть Бог, не только ты, вот тебя он посылает благосостояние. На выходу носа не признал величия Бога. Когда все хорошо, когда строится империя, когда у тебя могучий город, огромные стены, не так сильно тебе нужен Бог. Я хотел это сравнить с нашей темой сегодня. Не признаем часто милость Божию, когда у нас все хорошо, когда все получается, и жизнь, и работа, и здоровье, и все хорошо, а где милости Божьей быть? Ну, ты как-то сам к этому пришел. Наши благоденствия, эмигранты, мы приехали сюда, в Америку, кто-то 20 лет назад, кто-то 25 лет тому назад. Вспомните, как мы приехали. Я уверен, что мои родители, вы можете вспомнить сумку, цвет вашей сумки, что мы сюда привезли в Америку. Свои одеяло, простыни, подушки, все везли. Прошло время какое-то, Господь благословил, вспомните, на что мы с вами ездили. Когда мы ходили в Каверри, церковь, покупали эти машины, перекошенные, ну и сейчас покупаем, ремонтируем, когда стоит машина, дверь одним цветом, крыло другим, мы к чему-то, мы здесь, жизнь постепенно менялась, Господь благословляет, кто-то поднимался в работе, все. Это не мы сделали, это милость Божия. То, что Господь нас благословил здесь. Вот часто, когда чем лучше у тебя, тем больше Господа хочется. Хочется, ну как бы и работа хорошая, я к чему-то стремился, я английский выучил, и пробился куда-то. Где тогда милости быть? По милости Его. Только по милости Его. Друзья, когда тебе за 30, у тебя ничего еще не болит. Мне 35. Я знаю, что уже надо лечиться, к врачу ходить, то на массаж, то на вправление костей, то еще что-то. Это милость Божия, когда у тебя есть здоровье. Не потому, что ты кушаешь траву там, или диеты только свои держишь. В этом тоже, но не потому, не возвышайся. Не потому, что ты научился в 6 утра вставать и каждый день зарядку делать. У тебя здоровье, потому что Господь помиловал. Господь дает милость Твою, дает тебе здоровье, чтобы ты жил и прославил Его. Друзья, дорогие, наше служение. Оно хорошее не потому, что только ты готовишься, что-то тренируешь. Память у тебя может быть хорошая, потому что Господь дает. Господь помогает. Слава Ему за все. Мы когда ходили с вами в Калваре Чорч, я помню, дедушка приезжал, Петр Андреевич Семирюк, вот пример врезался в мое сознание. Я не могу его забыть, это он всю жизнь говорил, что в воскресенье между собраниями я пошел посетить брата в больницу. Друзья, между собраниями, между утренним и вечерним, еще пошел посетить брата в больницу. И он говорит, пришел, посетил его, он больной был, мы, говорит, почитали слово, спели что-то вместе. И возвращаясь назад, через парк, через сквер, он говорит, пришла такая мысль, думаешь, хорошо, я что сделал это, что посетил его. И, говорит, в тот же момент понял, что уже дьявол обокрал. Все, что мы не делаем, делаем во славу Божию. Милость его обновляется каждый день, он нам дает возможность служить, трудиться, петь, учить стихи, прославлять, ходить сюда, изучать Слово Божие. Это Бог, милость Господа. когда успех в семейной жизни, друзья, когда все хорошо, когда детки рядом, когда все в церкви, не возвышаться перед Богом, даже в мыслях своих, Господи, это Твоя милость, это Твоя милость, что моя семья не развалилась, это Твоя милость, что дети мои в церкви, они где-то там, чувствовать милость Божию во всем. Друзья, и второй момент. Хотелось бы сказать те, кто помоложе, сегодня вас не так много, спят, наверное, еще после праздника, словами Данила, ты знал все это. Друзья, дорогие, многие посетители просто в Доме Божьем, которые ходят, запомнил, это выражение, тоже Григорий тогда говорил, что играют в Бога. Помните стих был? Ты, говорит, в Бога играешь. Не только молодые, кто не пришли еще к Господу, а те, которые уже годами в церкви. Зачем играться в Бога? Он говорит, ты знал все это, чего мы знаем, чему мы научены. Знаете, сейчас, выйдя на улицу, тяжело найти того, кому ты не можешь засвидетельствовать о Боге, который не знает Бога. Но все же знают Бога. Свидетельство последнего времени то, что все знают уже Библию, знают, кто такой Бог, все знают, кто такой Иисус Христос. Тяжело, как бы все верующие. Буквально месяц, может, полтора тому назад я ночью имел остановку, и мне надо было дозаправиться. И зашел, сделал себе кофе, и смотрю на кассе, парень молодой, может, помоложе меня, с девушкой, они спорят, они не могут вспомнить. Они говорят, да ты помнишь у Адама с Евой, сын, который убил другого? Ну, и так на всю эту заправку все пронеслось, я думаю, я стою и говорю, Каин его звали, Кейн. Она, да, 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 Каин его звали. Думаю, и возможность была поговорить с ними, засвидетельствовать. Я говорю, а вы откуда знаете Библию? А, у нас водили, родители водили в детстве. И который парень стоял, ну, я, говорит, я в Бога не верю. Это все сказки, это все напето, ничего. И была возможность в нескольких словах засвидетельствовать ему Евангелие. Знаете, вот, кто Христос, что Он сделал, для чего Он нам нужен, для чего Он пришел и умер. У Него глаза становились больше, и Он становился более раздражительный. Он говорит, закройся, не говори мне об этом. I don't hear nothing about it. Я ничего не хочу слышать про этого Христа. Друзья, дорогие, те, кто играют в Бога, те, кто не приняли Его еще как Спасителя, словами Данила хочется сказать, что ты знал. А чего знал? Ты знаешь истину. Ты знаешь то, что проповедуется в церкви. Проповеданное Слово. Ты знаешь, кто были твои родители, если они у тебя были в Господе, чему они тебя учили. Кто были твои дедушки, бабушки. Ты знал, но не смирил в сердце своего. Не всем Бог дает семь лет, как дал его дедушке, которого он смирял в поле, которого он лишил разума. В это время, когда Данил объяснял то, что было написано молодому Валтасару, персы начали перекрывать русло реки, Ефрат, которая текла под стены Вавилона. Они отвели речку в сторону, образовалось огромное озеро, и они зашли под стену, туда, где текла река. В это время, когда Данил объяснял значение Валтасару, Валтасар пообещал его сделать третьим в Вавилоне. Он сказал, оденем тебя в весон, дадим тебе золотую цепь. Данил подумал, ну зачем на один день всего? Он знал уже, что захвачен город, уже город был захвачен, в этот день его убили. Не всем Бог дает семь лет, чтобы смирить нас. Кого-то Бог смиряет месяц, кого-то год, кого-то Бог просто забирает. Друзья, двадцать один год того парня ушел с жизни, просто авария. Успел упокаяться, не успел. С Господом или не с Господом, куча вопросов. Да? Если нету свидетельства. Сегодня 1 января 2020 год. И перед нашей молитвой, братья и сестры, те, которые с Господом, те, которые знают Иисуса Христа, я хочу вас поздравить не с Новым годом, а с Иисусом. Я хочу поздравить вас, что вы спасенные, что у вас в жизни есть Христос. То, что Христос умер за нас, за вас, за меня, и кровь его пролилась за мои грехи. Я вас поздравляю с этим. Поздравьте друг друга. Слава Богу, что по милости его мы живы, и что у нас есть Спаситель. Дорогой мой друг, если сегодня ты еще не примирился с Господом, если у тебя в жизни есть вопросы, если ты не уверен, куда ты идешь после своей смерти, если ты не уверен в своем спасении, если у тебя вопрос, спасен ли я, то один старый проповедник, старец сказал, скорее всего, ты не спасен. Если ты не имеешь свидетельства в своей душе, что ты спасен, что Иисус Христос твой Спаситель, Он умер за тебя, сегодня есть еще время. Сегодня милость Господа продлевается. Господь продлил, дал нам еще Новый год. Друзья, будьте благословенны, будем вспомнить милости его в наших молитвах. Ему, Господу, за все слава. Аминь. Помолимся.